добрый день дорогие мои зрители вы находитесь на канале галина коломейка кройка и шитье автора безликального метода кроя и множество книг по кройке и шитью потому как быстро просто не используя сложных формул и вычислений в общем-то научиться точному ручному крою потому что именно он успех в нашем деле в деле создания любой одежды в которой мы хотели бы шить своими руками сделайте это на индивидуальную фигуру в маленьких мастерских или в маленьких ателье сегодня я хочу продолжить тему именно вот этих вот наших маленьких мастерских маленьких ателье к необходимости создания которых рано или поздно приходит человек шьющий который набрал уже достаточно много опыта который научился прилично шить понимаете ему захотелось имея успех у ближнего своего окружения у своих знакомых ему захотелось этот успех как-то монетизировать потому что есть желание посвятить этому всю жизнь большую часть времени в сутках а не какому-то нудному походу на свою службу в офис или еще там куда-то так часто бывает в жизни поэтому говорим об этом и судя по тому какие вопросы вы мне задаете в телеграм-чате потому что вы знаете что мы провели недавно марафон бесплатный по пошиву домашнего костюма который имел большой успех и сейчас он у нас на сайте имеется в доступе уже за небольшие денежки да и там собралось очень много людей шьющих которые уже шьют на заказ шьют достаточно долго и которые имеют вот такие вот маленькие мастерские по ремонту они задают все больше и больше вопросов и как говорится всем хочется определенного развития так вот расскажу опять же о своем опыте этого самого развития многие задаются сейчас вопросов вопросом как отшивать маленькие партии каких-то более коммерчески выгодных изделий я бы так это назвала и потом это все продавать я расскажу о своем опыте как я так сказать на базе собственного отелье когда у нас идет не сезон когда у нас мало клиентов которые приходят а девочки на работу ходят у меня их было восемь человек в бригадах в одной четыре в другой четыре работали они у меня два через два да и мне приходилось заботиться о том чтобы загруз наших моих рабочих был всегда всегда попросту был то есть чтобы у них всегда была работа и как следствие чтобы у них всегда была зарплата и поэтому я конечно тоже искала вот такие вот истории сегодня это может быть и всем известный вайлберис да когда вот здесь есть москве уже мои знакомые когда они отшивают те или ту или иной ассортимент одежды и продают их успешно достаточно на вайлберис там тоже конечно есть свои особенности но не об этом сейчас речь о том как можно на что надо обратить внимание вот в поиске вот таких вот источников дополнительного я бы сказала дохода или дохода которая может потом перерастилась что-то очень важное и так рассказываю о себе когда я уже открыла свое отелье и начали мы немножечко зарабатывать в этом отелье я понимала что этого недостаточно я ходила по каким-то предприятиям одно из предприятий у меня было например новый медицинский центр которому нужно было пошить форму опыт работы в этом центре значит они хотели чтобы форма у них стоило очень дешево многим знакома такая история но пошита она была фактически по индивидуальным меркам с примерками и сидела бы при этом безупречно не так как они покупают за какие-то небольшие денежки на фабриках до специализированных магазинах когда отшивают 44 размер 48 50 и так далее размеры да тогда они не на всех сидят и нужна какая-то подгонка а тут они хотели чтобы мы им шили прекрасно сидящие на них костюмчики да но при этом цена чтобы была такая же и когда у меня не было работы мои хорошие курочка по зернышку клюет говорила я себе я соглашалась и на такие заказы да конечно на основная нагрузка ложилась на меня потому что я ехала снимала мерки я кроила потом индивидуально вот эти заказы только хорошая точная техника кроя позволяла мне конечно это делать достаточно быстро а девочки потом и мне отшивали так как цвет был один везде заправлялись одни нитки и пропускали мы вот это все так сказать уже не индивидуально каждый шел костюм что медленнее а мы делились одна сидела на машине другая была ручница 3 утюженщица и мы вот так вот прогоняли это все и было побыстрее мой саша внук иногда приходил и шил пришивал на пуговички потому что у нас машины не было а пришивали мы их ручную пуговицы на таких вещах было много и конечно это было мне не особенно выгодно но хотя бы на зарплату и сама я ничего не зарабатывала в таких заказах да но зарплату девочкам я уже могла заплатить и поэтому я от них не отказывалась понимая что рано или поздно все равно нам придет что-то другое второй второй эпизод из моей практики заключался в следующем если вы обратили внимание всегда есть востребована хорошая нормальная качественная одежда на полную фигурку потому что то что предлагается у нас промышленностью да в масс-маркете это как правило мешочки это как правило какие-то балахончики это как правило не всегда со вкусом сделанные какие-то вещи и тем более сейчас вошел стиль бога и вы понимаете что он очень быстро надоедает и в этом ассортименте вот в этом что ли сегменте одежды но не всегда скажем так присутствует какой-то стиль какая-то элегантность да какая-то избранность как правило вот в те годы когда я шила им это был знаете такой вот мода была на косые кармашки на какую-то безумную ассиметрию когда стойки модно было пришивать на перекосяк когда было это все нарочито как-то неправильно сделано да сплошной была вот это вот ассиметрия 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 ну ну наверное в этом тогда что-то было была такая мода и такой одежды было много но от такой креативной я бы так сказала такого креативного подхода люди очень быстро устают и устал они хотят все-таки более спокойным краскам более спокойным каким-то вещам переходить и они начинают по этому скучать и вот эта ниша она всегда будет востребована потому что это классика все что идет без перебора ну вот такой цвет например да очень просто спокойно а многие вы говорите а как у вас воротничок сшит а какой у вас там рукавчик но вот эта кофточка трикотажная я ее сама не шила да но я ее тоже очень люблю потому что она гармонично подходит к цвету моих глаз если посмотреть да то есть есть моих в радужке моих глаз есть оттеночек вот этой вот вот этой вот цвета этой блузки да к моим волосикам к моей коже и вот по таким вещам скучает большинство из нас потому что именно вот такое спокойно а что предлагают нам магазины тканей клумбы разнообразные цвета красок для таких женщин для полненьких женщин конечно подходит что то что тянется то есть это хороший добротный трикотаж но трикотаж никак попал никакой попало не тонкий трикотаж и а достаточно такой формоустойчивый чтобы он не обтягивал ту или иную фигурку да и я знала что они любят что лучше всего продастся что будет иметь коммерческую выгоду потом я знала какие могут быть размеры у той или иной фигуры что это не обязательно сутулые фигуры что там может могут быть перегибистые фигуры фигуры с очень развитыми грудными железами и мы должны делать выкройки в основе вот этих вот одежд на полную фигурку должны лежать такие выкройки у которых достаточно большой будет баланс изделия чтобы вещи не задирались впереди а что продает масс-маркет продает футболки которые как раз на груди задираются на спине у них там коль потому что там перед и спиночка сделаны одинаковыми и вот зная вот эти вот конструктивные какие-то особенности антропометрические особенности фигур я стала ходить по магазинам которые торговали одеждой для полных у нас в Челябинске и предлагать им свои услуги давайте я буду шить вам одежду в одном из магазинов значит кто-то откликнулся и звали забыла как звали эту женщину она говорит хорошо я часто заказываю значит где-то шить мне не всегда это нравится вы мне подходите давайте с вами сотрудничать и мы начали с ней сотрудничать она привозила какие-то свои ткани я в то время уже ездила в Москву в свою любимой ткани леди Тесила Тесила они называются сейчас на Варшавке и на Нагатинской они живут да нет ни на Варшавке на Нагатинской и на Бутырской они сейчас находятся покупала ткани те которые мне нравятся которые из которых я считала я легче всего сошью хорошие вещи которые обязательно найдут своего покупателя и вот так вот мы начали с ней сотрудничество и все бы хорошо здесь меня ждала большая неожиданность и разочарование ну вот например давайте все конкретно она часто заказывала так называемые топики что такое топик топик это нательная маленькая блузка которая одевается под какой-то кардиган под какой-то жакет ведь как одевается человек чаще всего брюки юбка внизу да потом какая-то кофточка хоть это не любимый мой стиль но тем не менее это так два квадратика хорошо если они сочетаются друг с другом хорошо если там присутствует один и тот же цвет сверху и снизу да и потом этот кардиган под этот кардиган часто нужно надевать какой-то безрукавочку какой-то на бритеричках может быть топик вот такой вот топик называется он нательного как правильного плана чтобы можно было расстегнуться здесь чтобы не было что было удобно и комфортно вот нам заказывали вот такие так называемые топики да и этот топик ну будем так говорить мне обходился в 200 рублей вот я конкретно такой пример привожу из этих 200 рублей в эти 200 рублей входила стоимость ткани которая составляла на рублей там скажем 100 на остальное на остальное 100 рублей у меня был пошив раскрой пошив оплат оплата работы эксплуатация оборудования вся моя прибыль и все мои поездки за этой самой тканью они все входили в оставшиеся 100 рублей вот представляете насколько это было маленькая да то есть она у меня покупала это бизнесменка бизнесменка ткани по 100 блузки такие по 200 рублей а продавала она их на минуточку не дешевле чем 450 то есть она делала накрутку 200 250 процентов то есть в два с половиной раза она продавала эти изделия дороже и примерно вот эти вот этот коэффициент два с половиной три раза да это было это касалось абсолютно всего если у меня была блузка с длинными рукавами или там рукава три четверти с какой-то отделкой да она у меня ее покупала скажем за 500 рублей но продавала она ее минимум за полторы тысячи и если она не могла продать вот эти изделия за полторы тысячи да она мне их возвращала обратно и говорила так галина леонидовна вот здесь надо укоротить длину вот здесь надо сделать что-то там еще а вот там что-то там еще вот представляете я уже заплатила девочкам за работу я должна была сделать эту переделку и причем это должно было выполняться мною бесплатно а сколько уходило на этого времени она не считала она говорит вот тогда я смогу ее продать за 1500 рублей я говорю а вы не могли бы ее продать не за 1500 а скажем хотя бы за 1300 или за 1200 нет вы понимаете какие у меня расходы мне надо заплатить рабочим мне надо заплатить аренду я говорю мне надо сделать то же самое мне надо заплатить ипотеку потому что у меня квартира под отелье была куплена в ипотеку мне надо заплатить рабочим мне надо купить на это ткань но у меня здесь 500 рублей а у вас полторы тысячи меня никто не слышал еще были ситуации с ней когда она приходила ко мне и и говорила так ну что вы мне тут нашли на этот раз где мой заказ были помню топики на которых для разнообразия мы клеили какие-то стразы ну вот топик на бретельках и вот здесь какое-то там допустим украшение какая-то фигурка была наклеена стразами как стразы клеятся они клеятся утюгом раскладываются в каком-то рисуночке да и просто клеится вот так каждая стразинка утюгом она помню переступила порог как всегда такая важная уверенная в себе крупная большая с высоко поднятой головой женщина и ногтем начала эти стразы у меня отковыривать она долго старалась я говорю что вы делаете она старается продолжает потом наконец она оторвала одну одну или вторую штучку да и слорадно мне так говорит вот смотрите как вы плохо их приклеили как я буду продавать эту вещь если они у них отклеятся а представьте как мне приклеить потом на это же самое место там остаются следы от клея и мне надо точно точно туда попасть и не факт что я потом их заклею короче эту вещь я должна просто была выбросить ткань работу оплаченную мне ее не восстановить было иногда то есть она сознательно портила ту или иную вещь чтобы доказать как мы плохо работаем и любимая фраза этой моей компаньонки компаньонша была знаете какая сшить то говорит каждый дурак сошьет а вот вы попробуйте продать то что вы сшили ну вот как вам это все конечно такой мой опыт не мог долго продолжаться в тот момент когда она стала отрывать вот эти самые стразы я сказала все дорогая моя забыла как ее зовут много лет назад это было мы с вами расстаемся потому что дальше это продолжаться не может но господь так управил что да я заработала какие-то деньги я заработала не скрою мне это было выгодно работа такая потому что не надо было каждую вещь примерять я знала как это все так сказать как это называется размножать по размерам мне это выполнялось достаточно быстро легко вещи такие выполняются быстро заказы для меня были несмотря на их низкую стоимость достаточно выгодными но я рассталась таким человеком потому что унижаться вот не иметь доброжелательного сотрудничества не иметь вот таких вот доброжелательных контактов с людьми но это не благодарная жизнь это не про меня я считаю что это не успех да и если у вас не получается с кем-то договориться с этим человеком надо расставаться чтоб не мучились вы чтоб вы не страдали ведь вы не представляете себе сколько раз я разговаривала мысленно с ней я негодовала я страдала я переживала от несправедливости но сколько можно переживать от несправедливости если ты не можешь изменить ситуацию как бы ты не старался в этом плане то на самом деле надо расставаться вот такой был опыт у меня общения с такими людьми если бы мне повезло больше если бы человек который продает мои вещи была я сама что тоже представьте себе это может быть выгодно для вас то есть вы отшиваете какую-то партию таких вещей которые вы знаете что всегда вы сумеете продать отшивайте их на здоровье отшивайте и вешайте здесь же у себя рядышком на витрину создайте какой-то отведите какой-то небольшой уголок например модно сегодня вот эти худи вот эти вот костюмчики из футера которые так хорошо уходят которые нужны всем они теплые они комфортные они удобные они из хлопка сделанные да и модные сегодня ну и отшите таких костюмчиков партию на разные размеры в разном ассортименте с разными какими-то ставками добавками понимаете вы знаете что вы их продадите в любом случае и пожалуйста продавайте их продавайте их сами когда у нас был еще советский союз момент распада этого советского союза я работала тогда в ателье государственном еще тогда ателье лебедь называлась у нас челябинский да наша заведующая приносила мне рулон ткани буквально говорила горин леонидовна шите столько блузок из этой ткани сколько получится на продажу я придумывала эти блузки краила их запускали мы их в бригаду никто их не мерил никогда и мы их у нее был специальный человек который в то время эти блузки выносил на рынок и продавал была женщина которая ходила и продавала вот то что мы запускали как массовку тогда продавалось все тогда не было вот этих вещей тогда пришел к нам китайский рынок и по ценам конечно китайского рынка мы продавали довольно успешно свои блузки и это тот тоже поддержал или юбки или какие-то брючки или какой-то еще ассортимент одежды тот ассортимент одежды который больше легче всего расходился на рынке ну и выполняли мы конечно уже это с учетом моды и с учетом коммерчески выгодной выкройки потому что очень большое значение имеет коммерчески выгодная выкройка но об этом мы говорим мы поговорим с вами в следующий раз не будем копать все в одну историю итак подведем итог сегодня мы с вами разобрали как можно монетизировать масштабировать наше умение какие небольшие партии можно отшивать но делайте это осторожно делайте это небольшими партиями и сначала договоритесь с тем кто будет заниматься реализацией сначала проверьте сможете вы продать отшитую вами небольшую партию или нет если она ушла легко если она не вернулась к вам значит вы можете повторять это действие да если вы не можете продать то или иной ассортимент вам кажется это хорошо но он почему-то не продается значит не надо его больше отшивать не надо больше создавать себе убытков то есть делайте всегда осторожные шаги дружите в этом смысле с проверенными нужными честными порядочными людьми и двигайтесь в своем направлении слушайте свое сердце занимайтесь тем что выгодно для вашего предприятия ну и успехов вам всегда ваша Галина Коломейко до новых встреч до новых встреч за субтитры